В распоряжении редакции издания Астра оказался разговор удерживаемого на территории детского лагеря «Березка» в Макарова, Луганской области, мобилизованного с его родственниками. Отказавшиеся возвращаться на передовую, граждане РФ удерживаются там месяц. Мобилизованный говорит, цитирую, «Нас не кормят, воды не дают. Нас пытаются ломать физически и психологически, но мы держимся. Я не знаю, что с нами будет. Нас 88 человек, мы идем до конца». «Документы не отдают, в Ростовскую область не вывозят. Делают все, чтобы вывести нас на передок». Также редакция Астра впервые взяла интервью у освобожденного из подвала в населенном пункте Завитное Бажание Донецкой области, мобилизованного гражданина России Михаила Н. Его личность подтверждена автором текста. Редакция рассказывала историю Михаила ранее вместе с историями других, удерживаемых в подвалах россиянах. Журналисты Астра нашли уже 12 подобных мест заключения. Эту тему и, собственно, об интервью с Михаилом мы поговорим далее с Анастасией Чумаковой, главным редактором и основателем издания Астра. Анастасия, здравствуйте. Спасибо, что в столь ранний час нашли возможность к нам присоединиться. Да, здравствуйте. Итак, Анастасия, для начала в двух словах, с чего началось это расследование? Как удалось выйти на вот этих вот заключенных, мобилизованных отказников, которые в конечном итоге удалось выйти и на самого Михаила, и даже записать с ним интервью? Скажите, пожалуйста. Изначально это было обращение родственников, удерживаемых к нам в бот обратной связи на Астре, наше здание. Это был скорее крик помощи, потому что они уже написали всевозможные письма в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, Президенту России, своим местным депутатам. Также многие обращались к пропагандистам, надеялись, что они им помогут, Ксимонян, Анастасия Кшварова у нас такая есть, которые якобы занимаются защитой прав мобилизованных. И вот был такой крик души, что никто нигде не отвечает, не помогает, даже, по-моему, на Первый канал обращался. Вот, везде тишина, и первые герои в месяц даже больше обратились к нам, именно мобилизованные, я имею в виду, которые родственники мобилизованных, которые удерживались. И так это пошло, какая-то, наверное, как сарафанное радио, они скинули контакт другим, и все нам начали массово писать. То есть это был такой эффект, они увидели, что нам эта тема важна, что мы ее освещаем, что у нас нет цензуры, и мы никому не под контрольное здание, и ориентируемся только на собственные принципы и делаем то, что считаем нужным. Соответственно, у нас нет никакой повестки, я имею в виду, как это у большинства российских СМИ, которые обязаны там согласовывать свои публикации и так далее. Пропагандисты я про них вообще не говорю. И люди поняли, что мы занимаемся освещением проблемы, готовы дальше ее освещать, и начали нам массово писать. Это был такой вот эффект. Анастасия, детальнее обсудим интервью с Михаилом. Вкратце, какова его история? Михаил Носов, он уже назвал свою фамилию полностью, перестал быть анонимным. Сначала мы не назвали фамилию. Михаил попал на войну, был мобилизован, как и многие россияне, не был к этому готов. Как он рассказывает, ему обещали в войсковой части, где в Приморском крае, куда он был отправлен, обещали, что это будет переподготовка. Угрожали, что если не поедут, будет 10-15 лет лишения свободы. И, в общем-то, как он говорит, посчитали, они посчитали вместе с другими мобилизованными, что лучше, наверное, съездить на переподготовку. В любом случае, ему обещали, что это не будут какие-то боевые действия, точно не передовая. Опять же, с его слов, как он утверждает. И поэтому он согласился, взял повестку, подписал, поехал и дальше оказался на войне. Два дня он находился на передовой, в дальнейшем написал рапорт об отказе. А дальше попал сначала в один подвал, потом жил неделю в лесополосе, недалеко от Мариуполя. И затем попал в другой подвал, собственно, в заведение Бажани в Донецкой области, где находился две недели. Там он ни разу не мылся за это время. И сейчас он находится в медсанчасти, у него диагностировали чесотку. В Москве он находится. Если коротко, история такая. Анастасия, если можно в деталях, важный очень аргумент, когда я слышал это интервью, Михаил заявил, что он пока не попал в окопы, фактически туда под обстрелы, у него даже и мыслях не было, чтобы отказаться идти воевать. Вы его как раз спрашивали об этом. Давайте послушаем, что он ответил на ваш вопрос. Почему ранее он даже не задумывался о том, чтобы отказаться, чтобы не идти на эту войну? Я попрошу своих коллег включить этот фрагмент сейчас. Тогда мы еще свято верили, что мы едем на учения. На трехмесячные учения, на переподготовку. И все. Почему вы в это верили? Потому что, когда мне вручали повестку, девушка, опять же, я вообще ее не знаю, кто она такая. Ну, от военкомата, видно, какой-то представитель. Она вручила мне и сказала, поедете на учения, на переподготовку. Первый обман за эту мобилизацию. Вот, Анастасия, да, действительно, ну, это был первый обман, но, очевидно, не последний. Потом их неоднократно убеждали о том, что все-таки они не поедут воевать. Да, там была какая-то история, что их постоянно говорили, вот успокаивали, что вы там не попадете под обстрел, и вы что-то будете там где-то делать. Я вот хочу отметить еще, что, я не знаю, это в интервью попало или нет, но точно мы с ним обсуждали, и была у него мысль в разговоре со мной, что мысль отказаться была еще с самого начала. Я не знаю, он это проговорил, по-моему, там есть в этой записи интервью, которая на Ютубе у нас выложена. То есть мысль была, но почему не отказался, но говорили, угрожали и так далее. То есть это как вот такое. Все-таки конкретного ответа, что он с самого начала, даже мысли у него такой не было, так он не говорил. Да, но он согласился с тем, что, ну, вначале он просто в разное время интервью, он говорил, как бы, ну, разные, ну, не то, что разные, но немного вот, как бы, так переформулировал историю свою, потому что вот в том куске он действительно сказал, что они все верили, что они едут там на учения, что им все рассказывали, их там потом на плацу выстроили, и, значит, им там командир сказал, что вы не пойдете воевать, вы будете там что-то где-то копать. То есть вот такое. Понятно, что да, очевидно, мысль такая у него была изначально. Он потом это продублирует, скажет, что это изначально он уже понял, после начала так называемой спецоперации, да, что, ну, это, по сути, не его война. Тем более мы, кстати, нужно упомянуть о том, что у него была черепно-мозговая травма перед этим, то есть он, в принципе, не должен был вообще попадать в ряды мобилизованных именно по медицинскому принципу. Но, я так понимаю, что никакого медосмотра вот перед отправлением его туда даже и не было? Нет, как он рассказывает, никакого осмотра не было, хотя он просил медосмотр, показывал справки о том, что у него была эта черепно-мозговая травма. Но это все осталось неуслышанным, соответственно, никто на это даже не смотрел. — Михаил находился в Федоровке сначала, да, это вблизи Мариуполя, вместе с другими сослуживцами, которые отказались воевать. В каких условиях они там находились и чем занимались, он рассказывал? — Конкретно в Федоровке, по его словам, это была лесополоса, где они занимались строительными работами, блиндажи, как он назвал, строили. Это около 10 дней длилось. И это было уже после того, как их сначала на два дня поместили в Старомлыновке, в подвал. Фотография у нас тоже публиковалась из этого подвала. Затем отправили вот как раз Федоровку в лесополосу. Там вроде, как он говорит, условия были более-менее, их формили, они занимались строительными работами, но свою дальнейшую судьбу они не понимали. Соответственно, ни с самого начала, ни до сих пор никто никаких официальных уведомлений, в связи с чем они вообще в подвал были помещены, не предъявлял. Вот еще один такой вот фрагмент интервью, с вашего позволения, мы тоже покажем о том, когда Михаил, в принципе, впервые попал в боевую ситуацию, скажем так. То есть он там говорил, что их послали охранять где-то уже ближе к линии соприкосновения. И как раз вот именно после вот этого вот эпизода, после того, как он двое суток, по-моему, если не ошибаюсь, был там, он решил написать именно уже рапорт об отказе. И как и некоторые из его сослуживцев, попрошу опять-таки коллег включить этот фрагмент. Ходили мы, то есть туда, там, где ведутся бои, минометные, обстрелы. Лично я был в охранении двое суток, кто-то из товарищей был в наступлении. При мне парня ранило, ну, парень в соседнем окопе сидел, его ранило в руку и шею задело, ну, так, поцарапало. Кому-то в окоп гранату закинули. И вследствие моей, вот, кстати, черепно-мозговой травмы, мне очень трудно даются физические нагрузки очень сильные. И когда мы выбегали с этой лесополосы, ну, у меня голова кружилась, я действительно, я боялся, что я могу просто не добежать. Вот, Анастасия, то есть, как вы считаете, вот это было больше, действительно, шок от военных действий, от, там, ранений и гибель сослуживцев, или вот больше, как бы, действительно, физическая ситуация, что человек был просто, ну, он был не готов вообще к таким вот физическим действиям, к войне вообще как таковой из-за своей травмы? Ну, мне сложно сказать, потому что все-таки я, когда эту историю рассказываю, ориентируюсь на его слова, его цитирую. То есть, я не могу за него думать или говорить. Как он говорил, это одновременно был и шок, ну, то есть, там, сослуживцев ранило, в другой день его сослуживцев убило. И, конечно, состояние физическое сказалось, потому что у него окружилась постоянно голова, и это последствия черепно-мозговой. И, в целом, как он сказал, ну, он не понимал, что он там вообще делает, зачем он там находит цели, как бы, всего этого. С самого начала, по его словам, понимания не было. Расскажите, а как он сначала оказался в подвале в Старом Лыновке, а потом в завидном бажане? И какие там условия были? Ну, изначально, как только они написали аэропорта, вот, оказались в подвале в Старом Лыновке, два дня там они находились. То есть, официально, как им сказали люди, которые их туда посадили, это было сделано для того, чтобы, цитата, вы находились в безопасности, потому что постоянно какие-то обстрелы им тогда объяснили, чтобы вы в целости сохранились, остались, вот сидите в подвале. И два дня они сидели в этом подвале без еды, по-моему, были какие-то сухопайки, но особо не приносящие пользы. Вот, два дня находились в Старом Лыновке, затем их посадили в КАМАЗ или какой-то грузовик и отвезли в лесопластку. Сказали, что здесь вы будете выполнять работу строительные, и они их выполняли. Затем также просто их повезли, посадили в машину. Когда их куда-то везут, как он рассказывает, когда их куда-то везли, их не предупреждали, куда, вези с чем. А так как это делается вооруженными людьми, особо не посопротивляешься, по его словам. Нужно ехать, значит, они едут. Погрузили и уже повезли их по два в заведение Бажани. Тоже изначально они не знали, что это вообще заведение Бажани и где они находятся. Вообще заведение Бажани, получается, переводится на русский язык «Заглеветное желание», да, что тоже интересно. Это деревня небольшая, как я смотрела, 200 человек там, население было, по переписи населения, ну, много лет назад, правда, 6, по-моему, или 7, не помню. Вот, и в этом интервью я его спрашивала, были ли там вообще мирные жители. У них возможности особо это наблюдать не было, но их выпускали покурить и в туалет по-большому, потому что такого возможности ходить в туалет в подвале не было, они ходили ведром. И то не всегда их выпускали, не знаю, как они там справлялись. Ну, вы сами понимаете, у него часотка, то есть там полная антисанитария была в этом подвале. И он говорит, что да, видели, когда вот выходили покурить иногда эти редкие минуты, и, соответственно, тогда у них была связь, потому что в подвале связи не было, телефон у них не отбирали, но вот когда они поднимались наверх, могли позвонить. И видели каких-то даже мирных жителей. И, по его словам, этот подвал — это комплекс зданий был, в котором находился штаб армии даже, пятый общевойсковой Приморского права. И в одном из полуразрушенных зданий, разрушенной крыши, находился подвал на две комнаты, где они и находились. Анастасия, ну вот еще один такой немаловажный момент, да, я так понимаю, что их там все-таки не пытали, да, но вот те условия, в которых они содержались, все-таки было моральное давление. Очевидно, их пытались как-то, что называется, вернуть на передовую, очевидно, обрабатывали. Есть вот, опять-таки, из интервью с Михаилом одна такая вот цитата. Мы покажем, как он, в принципе, воспринимал вот эти вот патриотические призывы замполитов, которые к ним туда приходили и вот, что называется, пытались вернуть на передовую. Я попрошу тоже этот фрагмент показать сейчас. Ну как-то идти за родину. Если бы там ко мне в Приморье пришли враги, да, я бы взял автомат там. Это не вопрос. А здесь чужая земля, чужие люди. Воюем не понять за что. Ну что это такое? Это не мое. Я не готов к этому. Вот учитывая, что он и, наверное, многие его сослуживцы, которые с ним оказались в подвале, все равно держали вот эту линию отказа, что они не вернутся на передовую, не будут идти воевать. Как ему все-таки удалось оказаться в Москве, выбраться из того подвала? Вообще начнем с этого. Ну это удивительная на самом деле история, потому что до сих пор в этом подвале 12 человек находятся, все они мобилизованы. Фамилии каждого из них у меня есть. Фамилии, имя, отчество с многими родственниками из них. Мы на связи. И непонятно, почему выпустили его. Он объясняет это так, что он один из немногих, кто прям каждый день жаловался на здоровье, и, может быть, это как-то повлияло. Также он предполагает, что, возможно, его родственники, они к нам обратились, и они видеообращения записывали, монасты выкладывали, и они писали массовое обращение в органы. Может быть, это как-то уже сработало. Хотя это делали и другие родственники. То есть здесь непонятно. Может быть, действительно, элемент здоровья, что у него это черепно-мозговая травма. Выпустили не только его, выпустили еще второго человека, который находился не в подвале, а, как он говорит, где-то выше, потому что у него там были сильные боли с грыжи позвоночника. Вот их вместе погрузили, вместе с контрактниками, которые ехали в отпуск, довезли до Ростова и высадили. Отпустили на все четыре стороны. То есть никакого сопровождающего, никаких документов, ничего им не предоставили. Сказали, можете идти в госпиталь. Тоже удивительно. В госпиталь их сначала не приняли, потому что сказали, у вас вообще никакого даже сопровождающего, нет никакого направления. Вот. И, соответственно, второй человек, у которого грыжа, он уже уехал в Приморский край, а Михаил, я ему предоставила контакты адвоката, который занимается прозащитой мобилизованного, военного адвоката. И он с ним связался. Адвокат находится в Москве. Он взял билет на поезд и поехал в Москву. В дальнейшем они еще раз написали все заявления. И его после заявления, после допроса поместили войсковую часть в московскую. Там уже в медсанчасть, потому что у него диагностировали часотку. Спасибо, Анастасия. Анастасия Чумакова, главный редактор и основатель издания «Астра». Была с нами, мы обсуждали интервью, которое удалось взять издания «Астра» у мобилизованного, который отказался воевать в Украине, Михаила Носова. И вообще ситуация о том, в каких условиях содержат тех мобилизованных, которые отказываются воевать. И на территории Донецка, Луганской области содержатся в этих подвалах. Спасибо, Анастасия.